добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый отвечаю на ваши вопросы вопрос от человека купил он печь сразу скажу саунную печь и не может отрегулировать температуру и задает как можно отрегулировать температуру в парном помещении если изначально как говорится происходит человек начинает топить печь перегрев помещения камни еще холодные человек начинает сдерживать чтобы не перегревать помещение камни опять же не нагревается нет той температуры для нагрева камня и вот он спрашивает ну как можно температуру ну кажется много решений там многие берут эту печь обкладывают кирпичом там в саркофаге берут ставят паровые пушки чтобы прямо с дна каменки брать но это все конечно танцы с бубнами которые просто напросто дают эффекта минимум от тех затрат которые проделает человек понятное дело что не мог конечно становится немножко легче для предопределенного периода если не считать то что вот эти печи они не рассчитаны то чтобы на их металл как раз попадала вода они чаще из черного металла в они очень быстро то прогорают а вы тогда вышка производитель думала я камнем заложу камень будет принимать и на дно вода попадать не будет и кажется печь прослужит там заявленным пять лет человек ставит ставит паровую пушку через три года печи нет вот я отрегулировал температуру обложил кирпичом печь сама себя перегревает через три года печи нет потому что она себя перегрела она не охлаждается вот решили вы вам свой вопрос получается вы потратились на вот это создание саркофага вы потратились на паровую пушку а у вас печь служит в два раза меньше чем она заявлена у производителя как быть сразу скажу как быть ставить хорошую печь мы не зря много лет шли к созданию казачки мы не зря разрабатывали казачку считайте это рекламой чем угодно но я вам говорю мы шли к решению этого вопроса как правильно создать температурный режим и паровые кондиции в парном помещении при помощи одного устройства готового сразу работать и долго работать долго служить при том что на сегодняшний день у нас есть сразу несколько предложений мы можем предложить печь которая бы служить 30 и более ли а можем предложить печь которая будет работать 10 лет и та которая будет работать 10 лет понятное дело в три раза будет дешевле можете посмотреть цены на печи казачка классика и казачка твердыня соотношение если казачка классика стоит 30 там тысяч казачка твердыня стоит 75 тысяч видите разницу поэтому сразу нужно идти на то что какие режимы вы хотите некоторые говорят я в 60 градусов не войду ну тогда чего вы заходите на наш канал если мы все время говорим от банных паровых режимов которые делаются именно в параметрах 50 60 максимум 70 градусов и не надо и не нужно вообще об этом как говорится копья ломать засорять наш канал что вот вы говорите не о том должно быть только 90 градусов кстати раньше говорили стоп немножко сбавили 90 глядишь через пару лет будут говорить о восьмидесяти градусов тогда идем может до нормальных температур но все равно находится те что я не зайду и это не та температура а вы хоть раз заходили хорошие паровые режимы когда там 50 градусов и 60 процентов влажность при хороших поддачах это уже жестко 50 на 60 это жестко не каждый столевар выдержит такие режимы я все время не держу влажность 60 у меня 50 градусов и я держу влажность 40 50 потому что 60 это жестко это хорошее парение а я парюсь около часа ну у меня комплекс парение массаж там прогрев там все но это правильные мягкие режимы которые имеют очень глубокое прогревание действие на все органы благоприятное действие после этого чувствуешь себя ну просто обновленным вот поэтому поэтому я вам говорю не берите саунную печь если вы хотите хорошую баню и не думайте что вы каким-то образом набрал там всевозможных паровых пушек вот эти всевозможные отражатели экраны там саркофаги всякие натрубные каменки натрубные там теплогенераторы там еще что все это от лукавого не это все для только для того чтобы вам впарить вот эту дешевую печь которым стоимость кажется руб на базарный день не стоит эти печи ничего это хлам понимаете просто хлам я говорю открытый прямо мы не зря производители трамбовали многие годы заставляли идти на какие-то самые они идут потихоньку на уступки но все равно сваливается вот эти производства быстрых и дешевых печей невозможно невозможно делать хорошую печь быстро она делается большими трудозатратами она делается на серьезных материалах поэтому сразу вам говорю регулировка температуры температуры в парном помещении полностью зависит от печи печь печь должна быть правильной и мы вам эту печь даем поэтому хотите меня слушать обратите внимание на печь казачку ну не нравится вам мои высказывания но не слушать я вам что я же не пророк я просто специалист своего дела с полной ответственностью не несу за каждое свое слово ответственность пока у меня все всего вам доброго подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал